Доброго времени суток, друзья! Ну что, лето пролетело, а осень притопала. Вот-вот начнутся проливные дожди. И погода нас что-то в этом году не балует. Лето было коротким, зима длинной, весны не заметили. И вот обещают нам всякие погодные катаклизмы, типа ураганы, наводнения и всякие погодные аномалии. Ну, Земле-то нашей ладно, Земля привыкла. Она, в конце концов, вон какая большая. Ей колебания температур от минус 30 до плюс 50 на поверхности даже незаметно. Ну, подумаешь, немного морозу побольше, ну или жара посуровее. И что? Все в норме. А вот у нас не в норме. У нас, в смысле, у Homo sapiens. Хотя, с другой стороны, ну какие мы нафиг сапиенцы? С какой стороны-то разумные? Со стороны войн? Нет. Со стороны политики? Тоже нет. Медицина продвинулась? Ой, лей. Ну, летать научились. Ездим быстро. И что? Это очередной способ санкционированного само- и брата-убийства. Ничего в нас не меняется. Как были животными, так и остаемся ими. Так может природа права в своем стремлении провести небольшую санацию, а? Как считаете? Мы же, человеки, себя пупом Земли обозвали. Царем зверей и птиц. Самомнение у нас охренеть можно. Атом открыли. Нанотехнологии изобрели. Аферы с каждым годом все более новые и извилистые придумываем. Проекты глобальные. Типа спасаем Орал. Спасли? Высох. То спасаем Байкал. Слава Богу, жив пока, но еще немного и спасать уже не придется. То осушим болото. В едином порыве осушаем и видим, что леса засохли. Реки перестали течь. То от комаров глобально избавляемся, и вслед за ними массами гибнут лягушки. Что вызывает массовое вымирание аистов и прочих птиц и животных, зависящих от тех же лягушек. Закарливаем пчел всяким дерьмом. В надежде получить побольше продукта. Потому что это уже не мед. И рыдаем в голос, что пчелы гибнут по всему миру. А погибнут пчелы, нам ни потепление, ни похолодание не понадобится, чтобы вымреть. С пчелами уйдет 70% привычных нам пищевых растений. Но мы не боимся, мы люди. Ага, мы звучим гордо. Вот. А берем в дом щенят. И потом выбрасываем на улицу существо, которое нас любит преданно и искренне. Топим котят, потому что не можем их пристроить. Делаем аборты, потому что нагуливаем и не торопимся пока иметь этих детей. А потом бегаем, лечимся. Изобретаем лекарства и под них ради прибыли. Изобретаем новые болезни. Сведя несколько признаков от старых. Ну а почему бы и нет? Ведь таким образом зарабатывается много денег. Вот они мы, люди. И я могу понять природу. Такие нахлебники и правда могут надоесть. Но может быть у нас есть еще время подумать и перестать быть такими нахлебниками. Мы же люди в конце концов. Человеки разумные. Удачи вам, телезрители. И нам удачи. До новых встреч.